Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на нашей новой неделе вебинаров, которая начинается сегодня с вебинара «Аналитические инструменты для обучения чтения» с помощью ЭБС «Библия школа», инновационный продукт для школьного образования. Сегодня у нас два спикера. Анастасия, пока можно выключиться, не надо входить в эфир, вас Константин Николаевич объявит попозже. Сегодня у нас два спикера. Первый Константин Костюк, генеральный директор компании «Директ Медиа». И второй, может быть, основной спикер наш сегодняшний, это Анастасия Бончасмоловская, профессор высшей школы экономики. Особенностью нашего сегодняшнего вебинара является то, что он будет чисто аудиальный, и Константин и Анастасия будут рассказывать без презентации. Так что то, что вы сейчас видите на экране, это заставка нашего вебинара. Все остальное будет сказано словами. Как всегда, несколько слов до вебинара о нашем цикле. В самом начале чата вы видите две полезные ссылки, если отмотаете в самое начало. Это расписание наших вебинаров и ссылка на наш видеопортал в YouTube. По первой ссылке вы можете зайти и ознакомиться с расписанием наших вебинаров до конца июня текущего года. Ну, осталось уже не так много, тем не менее, на каждой из этих вебинаров вы можете зарегистрироваться. По второй ссылке располагаются записи всех вебинаров, наших видеозаписей на нашем видеоканале на YouTube. Так что имеет смысл подписаться на наш канал, чтобы иметь доступ к записям. Запись этого вебинара тоже ведется и он тоже будет выложен на YouTube. Следующие два наших вебинара хотел бы вам представить прямо в чате. Одну минутку. Сейчас я сделаю публикацию в чате. В пятницу, 2 июня, будет мой вебинар «Интерактивные путешествия как способ подачи учебного материала». И 7 июня будет вебинар нашего редактора Натальи Башковой «Классика науки в коллекциях ЭБС Библиошкола. Ресурсы дополнительной литературы и самообразования». Так что приглашаю вас на эти вебинары. Что еще хотел бы сказать? Ну, как всегда, объявляю для тех, кто у нас первый раз сегодня на вебинаре присутствует. Все присутствующие на вебинаре получат бесплатный электронный сертификат именной. Вам на почту, под которой вы зарегистрировались, придет ссылка. По этой ссылке вы перейдете на наш портал. Там надо будет зарегистрироваться или войти на него. И там вы получите ссылку на ваш именной сертификат для скачки. Вот, собственно, и все. Я передаю слово Константину Костяку, для того, чтобы он озвучил первую часть сегодняшнего вебинара. Сам я остаюсь в чате. Если возникнут общие вопросы, я готов на них ответить. Константин, жду вас в эфире. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад в вашем вебинаре. Сегодня у нас необычный вебинар и особая тема. Мы не представляем какого-то продукта, а скорее будем говорить о идее, о проекте, который у нас в работе и только зреет и готовится. Но проект этот очень интересный, уникальный. Поэтому я надеюсь, и идеи заинтересуют. Ну и может быть, вот такой демонстрации мы кого-то привлечем из интересующихся, что позволит нам улучшить работу. Ну и в дальнейшем уже вы будете знать, о чем идет речь, когда мы его представим вам в готовом виде. Вот. Ну а речь идет, собственно, о особой инновации. Неокр, который мы готовим в нашей компании, связанный с аналитикой чтения. Ну, этот проект у нас так и получил название «Аналитик чтения». Он дает возможность анализировать структуру и сложность текстов. Вообще понятно, что цифровые инструменты, основной их плюс и бонус – это различные возможности цифровой аналитики, которые в иных случаях выстреливают и вообще становятся очень важным измерением нашей жизни. Ну, например, с индексами цитирования так происходит, Web of Science, Scopus – вот такие гигантские сервисы, которые основаны именно вот на такой аналитике. Существуют и такие более конкретные, причем давно уже существуют сервисы, связанные именно с аналитическим измерением текстов и чтений. И вот, в частности, за рубежом на англоязычном рынке такие вещи существуют давно, когда тексты анализируются по сложности. Эта сложность связывается с уровень образовательных возможностей и возникает вот такое некое единство текста и обучения. Ну, в частности, вот такой известный ресурс «Ренессанс», он подобную работу, вот этот проект, он существует в 70-х годах, и еще даже до существования электронных текстов такие вещи проводились. В Америке, например, существует стандарт АТОС, который имеет государственную сертификацию, и вот эти вот параметры текстов, они были уже давно изучены и представлены. Но, тем не менее, электронные тексты и современные цифровые инструменты позволяют делать это гораздо глубже, удобнее, интереснее. И что мы хотим в целом вместить в эти вещи? Ну, я вам расскажу как бы основные идеи, которые нами руководствуют, и что, может быть, будет вам интересно, вы будете готовы подхватить. А вот потом передам Анастасии Бончасмоловской, она уже как руководитель рабочей группы расскажет конкретику и как это планируется достичь. Во-первых, первое, что лежит на поверхности, сегодня мы имеем дело просто с текстами для чтения, которые уже используют, как они есть, и чисто интуитивно преподаватель работает с учеником. Мы хотим каждому тексту присвоить свой уровень сложности. Это очень разнообразные могут быть метрики и по лексической сложности, фразеологической, построение предложений и так далее, и так далее. На сегодня существует очень много подобных параметров, и вот к такому, к какой-то такой метрике мы придем. Это сразу помогает преподавателю понимать, с чем он имеет дело. И на разных уровнях обучения, обучении чтению, понимании уже каких-то взрослых текстов. Понятно, что такая оценка текстов, она на всех этапах обучения будет иметь ценность вплоть до студенческой работы, высшей образования, научными статьями. Но, конечно, для школы такие вещи будут наиболее интересны. Вторая вещь, которая здесь должна присутствовать, это оценка способности ученика усваивать текст. И здесь мы хотим тоже создать набор инструментов, которые позволяют сразу увидеть при таких навыках, при таком чтении, на какой уровень претендует ученик. Он может соответствовать своему классу, может быть, и возрасту, может быть, чуть-чуть отставать или вперед. Сейчас все это опять-таки определяется преподавателем интуитивно, но цифровые инструменты должны это помочь делать и более точно, и более быстро. А дальше уже связывать сложность текста с уровнем усвоения ученика. Кому-то попроще тексты, кому-то посложнее. В общем, это, понятно, очень такая простая идея, которая лежит на поверхности, но, тем не менее, сегодня у нас в стране ни один из подобных инструментов не реализован. Ну, а дальше из вот этой вот связки обучающей можно строить различные сервисы. Прежде всего, рекомендательные сервисы. Мы можем предлагать для ребенка с определенными навыками целый комплекс текстов, которые, во-первых, подходят ему идеально, во-вторых, интересны. То есть, дети любят читать эти книги. Вот подобную статистику мы нашей электронной библиотечной системой все время собираем и сразу формируем какой-то корпус более мотивирующих текстов, что ли, более интересных книг. И то же самое может происходить и на других корпусах текстов. В ней классное чтение, предметные области, да, особенно, конечно, это интересно для обществоведения по истории, литературе. Право, вот тексты, которые даются для усвоения, они могут сразу оцениваться на их сложность. То есть, преподаватель может не только там свои, не только, вернее, тексты, которые входят в нашу библиошколу, оценить вот с этой точки зрения, но и загружать свои собственные тексты, которые он хочет дать ученикам и смотреть, оценивать, предварительно руководствоваться по их сложности. Вот, собственно, такой инструмент мы готовим. Надеюсь, что он будет интересен многим. Ну, в первую очередь мы начинаем именно с процесса обучения чтению, когда очень важно, ну, буквально с точностью до месяцев и вот эти вот движения прогресса с точностью до маленьких шажочков мы будем анализировать в различных возрастных группах результаты подобного усвоения и стремимся добиться, чтобы процесс обучения, чтения происходил с помощью этих инструментов еще более быстро, удобно, комфортно и для ученика, для учителя. Вот, ну, а дальше открываются возможности работы с иными ступенями образования по различным предметным областям, как я сказал, но в большой степени, мне кажется, это будет полезно именно для дополнительного образования, то, что преподаватель дает помимо учебников. Думаю, что очень интересно, особенно вкупе с рекомендациями это будет для внеклассного чтения. То есть мы, как и в других наших продуктах, стоим на той позиции, что обучение в нашу эпоху 21 века уже должно вестись преимущественно не на основе учебника, а на основе вовлечения в информационный мир, постепенного вхождения ребенка в него на все больше, больше этаж. И литература здесь должна быть разнообразная, но в то же время ту, которую он способен переварить. Ну вот вкратце те идеи, которыми мы руководствуемся, то, что мы хотим воплотить. Нам, конечно, будет интересна обратная связь. Может быть, кто-то чем-то уже подобным занимался. Может быть, кто-то хотел бы практически включиться в данный процесс. В общем, у нас проект открытый, мы приглашаем всех интересующихся. А реализует данный проект НИОКР, скажем так, разумеется, команда высоких профессионалов. Здесь мы работаем с Высшей школой экономики. И вот сейчас о деталях проекта расскажет руководитель этой рабочей группы, ученый и преподаватель Высшей школы экономики Анастасия Александровна Бонч-Смоловская. В заключении еще одно слово, что эти вещи у нас будут входить в подписку. Так что можете подписываться на библиотеку уже сейчас и ждать продукта. Все, передаю слово Анастасии. Всего доброго. Здравствуйте. Спасибо большое. Мне кажется, Константин очень хорошо рассказал про нашу идею проекта. И то, что мы занимаемся сейчас и тоже собираемся сделать дальше. А я расскажу немножко про команду, которая работает, и вообще про то, в чем заключаются наши первые шаги. Вообще, я хочу сказать... В общем-то, никто так серьезно... Вот задачи, которые... На английском языке обычно это называется readability, то есть такая легкая читаемость, не занимался. Было несколько исследований, в частности, есть такой очень хороший сайт, сделанный таким известным интернет-аналитиком Иваном Бехотиным, где мы можем любой текст оценить с точки зрения некоторых индексов. Но ведь вопрос в чем? Вопрос в том, как эти индексы интерпретировать. Действительно, на западном рынке, особенно на американском общественном рынке, есть инструменты оценки сложности... Я прошу прощения, Анастасия, нам вас почти не слышно. Давайте сделаем так, может быть, вы выключите видео и оставите один только микрофон, может быть, будет лучше. Вот так слышно? Пока слышно, хотя есть провалами. Давайте попробуем так. Давайте попробуем так, а если будет не слышно, то, говорите, давайте я буду говорить медленнее. И, может быть, что-то будет долетать. Мне очень устойчиво интернет-соединение. Я все-таки начну с того, что я расскажу, какая команда работает. Я сама, как Константин сказал, работаю в Высшей школе экономики и руковожу магистратурой компьютерной лингвистики. Я работаю в школе лингвистики факультета гуманитарных наук. Вместе со мной работает еще психолог, который защитил диссертацию именно по психологии чтения. А также еще два моих выпускника, магистра второго курса. Аналитический инструмент, с помощью которого мы будем оценивать тексты по тем параметрам, о которых Константин уже говорил. Прежде всего, действительно, нужно сказать, что у нас таких инструментов нет. А если мы берем западные аналоги, которых очень много, мы упираемся в ту проблему, что достаточно трудно интерпретировать результаты. То есть мы можем взять уже имеющиеся формулы, можем получить какие-то цифры. И дальше что мы будем делать с этими цифрами? Мы можем только понять, что один текст посложнее, другой текст полегче и так далее. В принципе, эти цифры можно еще интерпретировать с точки зрения американской школы. Ну вот это там пятый класс американской школы, а это десятый класс американской школы. Но это тоже немножечко такая, какая-то странная вещь, и не очень понятно, что она значит. Поэтому вот что мы делаем, и мне кажется, что это действительно очень новое исследование, и такое правильное. Мы пытаемся вычислить некоторый коэффициент, который бы соотносил параметры текстов и уровень чтения детей. Поэтому мы начинаем с того, что мы проводим эксперимент в школах, который нам составил, дизайн эксперимента нам составил наш психолог. И мы читаем тексты с первоклассниками, с второклассниками, с третьеклассниками, с четвероклассниками. Дети отвечают на вопросы. И исходя из этого, мы понимаем некоторые такие более дробные деления, более дробные уровни чтения. Потому что, опять же, что такое тексты четвертого класса? Четвертый класс бывает очень разный. Бывает начало четвертого класса. И дети в четвертом классе очень по-разному читают. И в первом очень по-разному читают. Поэтому мы бы хотели иметь некоторый такой инструмент, который, с одной стороны, позволял бы ребенку получить некоторую оценку текущего его уровня чтения и понимания, а с другой стороны, сопоставляло бы, сразу бы соотносило бы эту оценку с оценкой текстов. Вот как бы свести две эти вещи. И, значит, наше исследование, оно, с одной стороны, включает в себя этот психологический эксперимент, а с другой стороны, мы построим некоторый программный софт, машину, научим его, это как теперь модно, мы это умеем, который сможет автоматически находить, как бы разделять, классифицировать тексты по разным уровням. Мы уже знаем, что означает уровень сложности. И дальше мы сможем каждый новый текст показывать, к какому уровню он относится. Более того, ведь можно будет еще включать и дополнительные элементы. Не только уровень, но еще тематическая близость. Художественная литература, не художественная литература. Кому-то нравится рассказывать про операторов, кому-то нравится рассказывать про зверюшек. Вот это все тоже можно будет учитывать. То есть мы надеемся, что мы сможем построить такую сложную, интеллектуальную, рекомендательную систему. Мы действительно начали со стадии, так называемой, learn to read, то есть учись читать. Следующая уже стадия, когда мы вот этот первый шаг пройдем, это уже вот read to learn, читать, чтобы научиться. И мне кажется, я совершенно согласна с Константином, что действительно это очень важно, понимать доступность той или иной научно-популярной литературы, которой выходит великое множество, но которая бывает совершенно разная с точки зрения языка. Так как в целом в общих чертах, наверное, все, но я готова ответить на любые вопросы. Анастасия, вопросы посмотрите. в чате. Их пока нет, но если они возникнут, то давайте в течение минуты подождем вопросы. Тогда будем завершать это. Я хочу сказать еще, что мы, прежде чем мы спланировали вообще наше исследование, мы проделали такую большую аналитическую работу, то есть мы прочли достаточно много статей, сделали такой некоторый резюмирующий отчет наш внутренний про то, что вообще делается и какие есть подходы. И мы стараемся все такие лучшие практики учесть. В том числе, например, то, что в современных подходах, кроме самого текста, учитываются еще разные вне текстовые свойства, как то, собственно говоря, что написано на обложке, какая уже есть рекомендация, кто уже читал, там, влоги пользователей и так далее. Вот какие-то такие внешние данные, о том, насколько книжка подходит, которые могут нам указывать, насколько книжка подходит для того или иного возраста или уровня, это тоже мы сможем, стараемся учитывать. Так, в комментарии. Да, да, мы это, у нас вот безусловно, то, что было, значит, вот, ну, это, смотрите, мне кажется, что это как раз такая психологическая часть, я отвечаю за текст, а вот, к сожалению, сегодня нет Александра, которая у нас наша психолог, но, безусловно, вот в ее отчете, который я читала, она, собственно говоря, начинала с этого, начинала с этого, и с того, как, значит, как воспринимаются разными группами читателей. И, на самом деле, вот, насколько я, если я правильно это понимаю, в 70-х, 80-х годах вот это первое такое движение связи с восприятием текста с формальными показателями, ведь какие учитываются формальные показатели, это там количество слов, количество слогов, сложность словаря, сложность предложения, они именно были отработаны. Но, как бы, что нас отличает от 70-х, 80-х годов, это то, что сейчас у нас гораздо больше данных, гораздо мощнее инструментов. То есть, в некотором смысле, это такой виток по спирали, но уже с новыми возможностями. Значит, да, про редабилити, про редабилити ИО, конечно, это вот тот самый ресурс Ивана Бехтина, который я, может быть, я про него говорила вот тогда, когда меня не было слышно. Значит, что сделал Иван? Иван адаптировал формулы, которые для англоязычных текстов были применены, и сделал такой ресурс, мы можем туда, как бы, поместить тексты, получить цифры. Значит, какая проблема? Проблемы, собственно говоря, две. Что, во-первых, нам достаточно трудно эти цифры валидировать, да, и интерпретировать. Именно поэтому мы, имея в виду и используя результаты работы Ивана, мы начали вот с этого психологического эксперимента с детьми. Значит, психолог Александра Старикова вот с нами работает. Она написала, как раз ее диссертация была посвящена психологии чтения. И если вам интересно, то я думаю, что мы можем дать ее контакты, и она может, сможет тоже на какие-то вопросы ответить. Вот. В принципе, вообще, я здесь не очень специалист, но она говорит, что много практиков того, как учить, читать и так далее, но таких некоторых теоретических работ достаточно мало, на которые мы могли бы опереться. вот. Давайте я напишу даже здесь. А вот я вижу, как написать. Александра Старикова. А слышите меня, да, потому что я сейчас включила камеру? как теоретических работ очень много библиотековедения. Нет, их, безусловно, много библиотековедения, но имеется в виду теоретические работы с точки зрения психологии младших школьников. Но если вы можете нам посоветовать какие-то работы, которые мы могли бы учесть в нашем неокре, мы вам будем очень-очень благодарны. Значит, я еще хочу сказать вот какую вещь, что действительно ну вот я прочла много работ про вот эти формулы, они иногда очень такие поверхностные, то есть читается количество слогов на предложение, количество слов в тексте, количество предложений и так далее. Именно таким образом определяется сложность. Ну действительно, у нас, как правило, сложные слова, они длинные. а короткие слова, да, простые слова короткие. Но, тем не менее, нужно учитывать, что все-таки эти тексты были разработаны для англоязычных, для английского языка. И в русском языке все встроено немножко по-другому, поэтому адаптация этих формул нужна. Кроме того, эти тексты, они достаточно хорошо работают в жанре такой научно-популярной литературы. А с художественной литературы, они работают хуже. И с художественной литературой там уже привлекаются другие методики, связанные именно с более тонкими лингвистическими инструментами, с частотностью части речи, с объемом использованного словаря, со структурой предложения. вот у нас сейчас в нашем распоряжении уже имеется достаточно много инструментов, которые автоматически могут проанализировать структуру предложения, которые могут разобрать текст по частям речи, которые могут сравнить разные словари. Это все компьютерная лингвистика русскоязычная нам предоставляет. вот мы их можем использовать. Да, спасибо большое. Значит, вижу работу Бородиной по теории читательского развития личности и технологии читательского развития личности. Обязательно учтем и мы еще с Александрой проконсультируемся. сейчас я не могу открыть, может быть, она ее тоже и учитывала. Очень большой список литературы. Потому что она, собственно говоря, составляла дизайн эксперимента, который мы проводим. Возможно, он, естественно, не на пустом месте появился, возможно, она его улучшила. Андрей, ты далеко? Андрей, можно ли поподробнее о компьютерной лингвистике? Конечно. Значит, ну, компьютерная лингвистика. А что вы хотите поподробнее, честно говоря? Как мы будем использовать компьютерную лингвистику в нашем исследовании? Значит, компьютерная лингвистика дает возможность нам подключать инструменты, которые автоматически будут получать вот эти самые цифровые параметры, которые мы дальше будем сопоставлять с некоторым вот этим коэффициентом сложности. А с другой стороны, мы дадим возможность родителям, учителям, ребенку оценить, как коэффициентом сложности им сейчас на этом этапе подходит. Значит, ну, есть совсем примитивные инструменты, мы можем автоматически подсчитать количество слов, количество предложений и так далее. Есть более сложные инструменты. Мы можем разобрать текст по частям речи, автоматически это делает программа, высчитать количество глаголов существительных. Как правило, в легком тексте много глаголов, в сложном тексте очень много существительных прилагательных, но вот глаголов мало. Мы можем автоматически разобрать, построить некоторое дерево, структуру предложений, которое отображает структуру предложения. Такие тоже есть, это называется синтаксический парсер, и они уже есть. И дальше можно сложить этого парсера, глубину парсера тоже посчитать. и тоже его учитывать. В результате мы можем получить некоторую средневзвешенную формулу, которая с одной стороны учитывает поверхностные параметры, потому что они хорошо работают, но с другой стороны добавляет еще некоторое уже специфическое языковое знание наше адаптирует эти поверхностные параметры к русскому русскоязычному тексту. После того, как мы эту формулу взвешенную получаем, дальше уже можно заниматься машинным обучением. Что значит мы занимаемся машинным обучением? Мы изучаем наш классификатор. Вначале подаем обучающий корпус и говорим вот посмотрите классификатор, вот такие коэффициенты мы считаем легкими, а вот такие коэффициенты сложнее и так далее. На следующем этапе уже сама машина учится получать вот этот взвешенный коэффициент и автоматически определять сложность текста. Ну в принципе мне кажется что здесь уже не должно быть проблем. Конечно понимаете что когда у нас много разных инструментов задействовано каждый инструмент может давать ошибку ошибка может накапливаться и получатся результаты неправильные. Но для этого существуют именно процедуры отлаживания процедуры тюнинга которые мы тоже обязательно будем использовать. используются ли компьютерные методики методов контент анализа фон тематического анализа да но конечно безусловно это и есть взвешивание словарей этому много работ было посвящено значит у нас есть некоторый такой ядерный словарь есть словарь значит есть словарь частотности может быть вы слышали словарь частотности русского языка Лишевская Шарова он был сделан на базе национального корпуса русского языка причем что очень важно мне кажется что там есть разные частотности в зависимости от жанров художественных нехудожественных текстов совершенно разные частотные показатели для многого почему он лучше чем те словарь частотности которые у нас были до этого потому что раньше они там были очень перекошены как бы это все делать вручную и были перекошены результаты все-таки национальный корпус русского языка если вы не знакомы с этим ресурсом я вам очень рекомендую с ним познакомиться русскорпора корпора точка ру национальный корпус русского языка дает нам некоторую сбалансированную модель языка и таким образом мы можем опираться на ту частотность разных слов концептов которые есть в целом в языке а дальше что мы можем делать дальше дальше мы можем сопоставить вот этот как бы текст этому слову частотности и посмотреть какая доля у нас высокочастотных слов и какая доля у нас низкочастотных слух естественно что нам помогут еще делать компьютерные инструменты например автоматически выкинуть все имена собственные все там какие-то названия чтобы они нам не мешали даже рассматривать только нарицательные слова вот это тоже применение но но здесь я не знаю может быть может быть вы поясните что вы имеете ввиду но конечно это тоже связано и со словарем и со слоговостью но в принципе эти методики они тоже все присутствуют так считали дальше задали вопросы здесь более-менее простой дизайн и мы решили с него начать вот значит следующее нас Константин все время к этому толкает и говорит а как же дальше конечно и конечно это важно и в пятом классе и с пятого по детству когда ребенок много должен много читать и много набирать а с другой стороны очень много детей не могут преодолеть некоторую сложность потеряла и вот здесь надо важно чтобы с одной стороны заинтересовать с другой стороны не оттолкнуть и найти как бы свое в этом смысле ну вот эта оценка как бы того что текст соответствует уровню ребенка мне кажется очень может помочь так еще вопросы вопросов пока нет павел ждем еще вопрос 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 Как с помощью вашей методики можно пройти процесс выбора текста для обучения иностранным языком? Да, это хороший вопрос. В эту сторону мы еще не думали, потому что, конечно, мне такие работы попадались, когда я читала в этой области, именно когда у нас идет оценка для изучающих иностранный язык. Пока к нам заказа такого не было, я думаю, что это очень разумный третий этап. Младшие школьники, средние и старшие школьники и изучающие иностранный язык. Мне кажется, что в данном случае здесь сделано гораздо больше, в отличие от русского языка, который дети приходят, уже все говорят на русском языке. Когда изучают иностранный язык, у нас есть много разных параметров, которые методисты используют. Грамматика, словарь, словарь очень контролируется, грамматика контролируется и так далее, тематика опять же. В этом смысле уже много сделано. Тем не менее, я думаю, что сам по себе принцип, у нас есть с одной стороны параметр. Он определяется знанием тех или иных языковых и семантических. А с другой стороны, у нас есть некоторый компьютерный автоматический аналитик, который так или иначе текст оценивает и говорит, ага, ну вот этот текст подходит для ребенка, для человека, который освоил вот это, вот это. Мне кажется, что это совершенно возможно. И таким образом, например, можно будет тоже выйти за пределы учебников, а уже давать такую более естественную, оригинальную литературу, которой очень много, и, конечно, всегда и с ней приятно работать. Это как у меня у ребенка в школе все время давали топики, которые сочиняли сами учителя. А я как-то спросила, а почему же нельзя дать, вот как бы, почему же вас когда-то такие какие-то скучные? Они говорят, ну как, других нету. Я говорю, ну как, неужели на английском языке нету чего-то интересного про космос? Они говорят, нет, нет, как же мы такие сочинили? На самом деле на английском языке очень много всего написано интересного. Просто нужно иметь какой-то инструмент, который так или иначе вам быстро подберет какой-то интересный текст про космос, интересный текст, не знаю, про динозавров, чтобы он подходил по уровню вот тех детей, которые вы обучаете. Ну, в этом смысле, наверное, для английского языка этого очень много. Я не уверена, что нужно что-то для русского языка, особенно, например, с учетом проблем детей-мигрантов, которых у нас очень много в школах, как известно, учатся, и как им тяжело. Для изучающих русский язык вот такого тоже, насколько мне известно, нету. И вот это, мне кажется, было бы очень перспективным направлением. Так, ну, ждем еще вопросы. Коллеги, я вижу, что вопросы в чате исчерпались. Давайте поблагодарим Анастасию Александровну за замечательный сегодняшний доклад. Очень интересно было, и мне, как ведущему, было очень интересно слушать. Поблагодарим Константина Николаевича за выступление, которое он сделал. Спасибо большое за вопрос, очень ценный, и за рекомендации. Да, сегодня были очень умные, интересные вопросы. Я думаю, что мы продолжим практику проведения таких вебинаров, и через некоторое время снова пригласим Анастасию Александровну. Несмотря на сегодняшние провалы в звуке, было настолько интересно, что я думаю, что это дело надо обязательно продолжить. Спасибо. Были интересные вопросы к психологу. Я думала, что можно было бы нашего психолога тоже пригласить. Можно было бы нашего психолога тоже пригласить. Да, может быть и так. Ну что ж, коллеги, да, мы этим завершаем наши весенние вебинары. У нас есть еще немножечко летних совсем. Вот, приходите на наши вебинары, будет тоже интересно. А сейчас я завершаю наш вебинар. Еще раз благодарю всех, кто пришел, а особенно наших сегодняшних спикеров. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...